Новости на Дону О политичном регионе называют Ростовскую область политологи. В ответ почти на каждое социально-экономическое событие устраивают митинги и пикеты. Но они крайне малочисленны, а кроме того, их организуют одни и те же люди. Уверен зам. декана факультета социологии и политологии Южного федерального университета Дмитрий Абросимов. Грубо говоря, мировых таких много, а активность составляет где-то 0-1%. То есть самые крупные митинги за последние несколько лет за 400 человек, понимаете, собирались. А если брать эту так называемую не системную оппозицию, то в численность доходит до 30-40 человек, до 100 человек доходит. И то же самое, одни и те же люди на всех мероприятиях участвуют. По словам Дмитрия Абросимова, это неплохая позиция, потому что в других территориях нет и такое. С ним не совсем согласен политолог Александр Джадов. Протесты, которые устраивают в Ростовской области, затрагивают различные сферы. От выплат задолженности по зарплатам шахтерам и пенсионной реформы до установки памятника Солженицыну. Показательно то, что вопросы личного благосостояния для ростовской общественности важнее общеполитических вопросов, говорит Александр Джадов. Вопрос мусорки возле дома, вопрос благоустройства территории, вопрос выплаты зарплат, он стоит гораздо острее, чем общеполитическая повестка дня. И он, как ни странно, не политизируется. В других территориях, даже в соседних, как Краснодарский край, например, мы наблюдаем то, что те или иные силы пытаются оседлать стихийно возникающий гражданский протест. Чем разнообразнее оппозиция, тем живее политическая жизнь. Снижение политического градуса в Донском регионе началось с 2012 года, а традиция о политичности идет с 90-х, отмечает Александр Джадов. По мнению политолога Станислава Смагина, в Ростовской области ожидается рост протестных настроений. Свою роль сыграют митинги, которые напрямую не касаются власти, но затрагивают такие социальные проблемы, как недобросовестная застройка и внутриэлитные интриги. Фильм про спид сняла ростовский режиссер «Голос за безгласных» – картина о ВИЧ-инфицированных людях и стереотипах общества. Историю борьбы героини со своими страхами и непониманием окружающих показали на большом экране до премьеры, на закрытом предпоказе. В основе фильма – дневники ВИЧ-инфицированной девушки из Екатеринбурга, рассказывает режиссер Анна Барсукова. Моя героиня сама преодолела этот страх и позволила другим людям, посмотрев на ее открытое лицо, также перестать бояться и своего диагноза, и перестать бояться, что их будут осуждать просто за то, что они заболели. Работа над фильмом продолжалась около двух лет. Съемки проходили в Екатеринбурге, Челябинской области и Ростове. На предпоказ позвали представителей общественных организаций и медицины. Своими мыслями по поводу фильма поделилась главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Бекетова. Я, честно говоря, называю дискриминацию маленьким фашизмом, просто потому, что это мешает людям приходить в больницу и лечиться. Они сидят дома со своими страхами. Премьеру планируют показать в Екатеринбурге, а затем документальную картину отправят на кинофестивале. Авторы надеются, что их работа поможет изменить отношение общества к ВИЧ-инфицированным. Это были новости ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове днем малооблачно, без осадков, на термометре до плюс 11 градусов, ветер юго-западный 8 метров в секунду. В Сальске и Целине ясно и без осадков, температура воздуха плюс 12 градусов, в Обливской малооблачно плюс 9, ветер юго-западный 7,5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин